Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И тот, кто давно меня смотрит, вообще-то знает, что в принципе, прежде всего, я во всем, что касается современной науки и технологий, выступаю за популяризацию точного знания, за развеивание мифов. И все возможные, скажем так, адепты антипрививочного движения, запрета ГМО и так далее, в общем-то, уже, по-моему, держатся в стороне от комментариев к моему богу, потому что я не буду искать никаких ехидных слов и контраргументов. Я баню сразу за подобного рода идиотизм. Почему? Потому что, в принципе, если человек, скажем так, выбрал какой-то определенный неверный путь и идет по нему, то своей жизнью он волен распоряжаться, как ему за Бога рассудится. Правда, если он туда же тянет детей, то существует определенная законодательная база, которая должна их защитить. А советами здесь дело уже не поможешь. Так вот, в случае с атомной энергией, о которой невозможно не говорить, рассказывая о книге Гудрун Паузенбанк «Облако», Паузенбанк написала ее в 1986 году, это вот по следам Чернобыльской аварии. И в случае с атомной энергией, конечно, прежде всего, я призываю к просветительской работе, к объяснению того, чего следует бояться и чего не следует бояться. Вот, допустим, какие-то иногда юморные, иногда вполне себе серьезные посты в блоге у Леонида Каганова, замечательного фантаста современного, они, по-моему, значат больше, чем сотни лекций и нотаций, прочитанных умными дядечками с серьезным выражением лица, в том числе по телевидению. Потому что на самом деле современному человеку приходится все объяснять. И здесь есть, конечно, некая этическая дилемма, потому что атомная энергия является, безусловно, самой чистой и самой беспоследственной для экологии энергии на планете, если не учитывать возможный вред от атомных аварий. И одновременно с этим атомная энергия является довольно-таки грязной и очень опасной энергией, вырабатываемой на нашей планете, если учитывать эти самые возможные последствия. Вот их возможности и вероятность, о которой так много говорили, была знаменитая катастрофа в Америке, достаточно крупная. Вот, собственно говоря, совсем недавно произошла Фукусима, последствия которой долго еще будут сказываться. И, конечно же, Чернобыль. Чернобыль, который прошелся непосредственно по нам, с которым мы знакомы. Вот, если не паникерствовать, а говорить о последствиях реальных вот этих аварий для общества, а не только для экологии и для здоровья, то тогда, конечно, надо признать, что мы к этим авариям не готовы. И вот в этом смысле книга Паузы Ванг очень-очень полезна. Что такое облако? В двух словах о чем повесть? Это повесть о том, как внезапно в заштатном немецком городке, это всегда происходит внезапно. И это всегда происходит в начале одиннадцатого. Какое странное время для учебной тревоги, подумала героиня. В такое время, удивительно, да, действительно, это всегда происходит внезапно. И обязательно в каком-нибудь богом забытом, ну, простите, конечно же, нет, уютном, продвинутом, современном, обеспеченном всем необходимым, прекрасном городке. Только вот этот городок не готов к апокалипсису, потому что к нему нельзя подготовиться. И дети, двое героев, а эта ситуация крайне неприемлемая для меня, меня почему-то всегда она бьет очень болезненно в любом тексте, даже игровом, даже выдуманном. Слава богу, ничего подобного из записанного не происходило, да, в реальности. Значит, дети остались одни, но нет, родители, они оказались отрезаны. Отрезаны ситуацией тотальной эвакуации, да, то есть просто девочка и младший брат вынуждены убираться сами, как только, во-первых, принять решение, все-таки спрятаться в глубокий погреб с пищевыми запасами бабушками, да. Это довольно смешно, на самом деле, звучит, потому что первое, что думает, о чем думает каждый соотечественник к тому, это, конечно же, погреб, да. Ну, хорошо, у вас нет погреба, у меня тоже, между прочим, нет погреба. Но есть гараж, гаража у меня нету, хорошо, у меня нету гаража. Но есть дача, да, вот куда-нибудь, где у тебя стоят твои банки с солеными огурцами, помидорами с вареньем. И вот ты вот обнимаешь обеими руками свое семейство, эти банки, вот, закрываешь их своим телом и думаешь, что тебя эти банки спасут, в трудный момент. Это вот, видимо, что-то очень дремучее, идущее с пещерных времен. Эти вот, 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 тяга спрятаться туда, где пищевые запасы. Но, если серьезно, то детям, конечно, не до шуток, и они действительно выбирают тот способ, который могут осуществить. Они ссояться на велосипеды, единственным доступным им транспорт, и мчаться на перегонки с ветром, который гонит страшное радиоактивное облако. Авария, которая произошла в повести облака, она не такая, как Чаднобыльская. Она, скажем так, пострашнее, помощнее. И вот это облако, если оно накрывает людей, то совершенно точно живым без защитных средств остаться очень сложно. Дети должны спасаться. Дети должны понимать все эти, ну, там достаточно просвещенные, как бы, дети, да, они понимают всю опасность ситуации. Да, и вот они спасаются бегством. И дальше начинаются их перипетии, потому что, что такое в современном мире крушение социальной структуры с массовой эвакуацией населения, с паникой, с всевозможным... Ну, можно себе представить, да. Вот, особенно на благополучном, я бы даже сказал, сверхблагополучном, комфортабельном немецком обществе. Это довольно страшно смотрелось, должно быть, в момент написания повести. Сейчас, когда немцы пережили многое с 1986 года, и уж не говоря о нас с вами, да, мы, конечно, по-другому немножко это воспринимаем, но, в принципе, понимаем, что так вот примерно оно все и происходит. Зачем, опять же, это написано? Показать, что мы не готовы. Точно так же, как Алексеевич, когда писал чернобыльскую молитву, вернее, собирал вот эти истории, да, в единую картину этой книги, она говорила о неких феноменах возникших. Вот умирает один из ликвидаторов, один из пожарников, да, он обречен, и к нему даже родных не пускают, потому что он не просто человек, ни которого сочтены, который в страшных мучениях сейчас отдаст Богу душу, да, он теперь зараженный объект, со степенью заражения такой-то. И вот дальше вот идут какие-то цифры, которые говорят родным и близким. И они вынуждены от этого зараженного объекта держать. Это абсолютно бесчеловечно, но это факт. Вот человек доигрался до таких вещей, которые приводят вот таким-то. Вообще, конечно, подобная дилемма всегда стояла. И дилемма отселения, и зона отчуждения, возникающая после какой-то техногенной или военной катастрофы, да. Это всегда было в нашей истории. Но вот до такого мы доигрались впервые. Потому что когда в результате какого-то катаклизма человечество исчезнет, как и не было нас, пройдет несколько миллионов лет, и вы должны об этом знать, об этом пишут ученые, да, растворятся абсолютно на теле планеты и египетские пирамиды, и железные дороги, и небоскребы, потому что весь материал, созданный человеком, имеет срок качества. Через 100 тысяч лет исчезнет, как бы, почти все, созданное человеком. Через миллион лет исчезнет практически все. Вот, через несколько миллионов исчезнет все абсолютно. То есть будет действенная планета. Выглядеть будет немножко иначе, материки движутся там, все меняется, ландшафт меняется, да, человека как и не было. Но прилетят инопланетяне. И если у них будут достаточно четкие приборы, то они, несомненно, поймут, что когда-то здесь жила неосторожная раса, которая разумная, да, которая натворила делов на много-много тысячи лет и вперед. А как они это поймут? Они случайно наведут свои приборы на вот этот вот самый район, в районе Чернобыля. Даже через спустя столько тысячелетий там останется вслед от радиоактивности. Фон будет чуть выше, но выше. Выше, чем природный фон. И это будет необъяснимый феномен, который будет объясняться только таким образом. Вот до такой степени нагадить на теле родной планеты мы еще, как бы, ну, ни разу не умудрялись. То есть, да, не было еще такого. И вот, конечно, когда Яна Берта путешествует таким образом, когда она переживает, а там показаны все страхи. Вообще читать довольно мучительно, да. Вот тут довольно мучительный отрывок на четвертой сторонке приведен, когда она боится обусеяния, да. Кому же я понравлюсь такая лысая, да. Ну, как вам сказать, это детский страх, который вот воплощает всю ту бездну отчаяния. Просто она выбирает самое наглядное из последствий, которое ближе всего и пугает больше всего. А на самом деле, конечно, взрослый этот человек будет бояться другого. И, собственно говоря, мы знаем, чего бояться. Мы знаем, как все это происходит. Но, тем не менее, человечество идет своей дорогой, стараясь закрыть глаза на то, что такие вещи возможны. Вот в этом смысле повесть облака очень полезна. Мы по-прежнему не готовы, а должны быть готовы. Мы по-прежнему не знаем многого из того, что должны знать. И чего не следует бояться, а чего следует бояться. И по поводу радиации требуется огромный культ просвет. И по поводу атомных станций требуется огромное ужесточение системы контроля, да, и системы норм безопасности. Потому что они, естественно, все завязаны на огромные финансовые средства. И человечество не знает, как с этим справляться. Слушайте, японцы не знают, и мы не знаем. Потому что, если бы знали, не случилось бы так, что океанская война, вода, цунами залила бы эти генераторы, да, которые давали электричество для системы охлаждения. Не произошло бы этой аварии. Потому что там случилось все сразу. И землетовщение, и цунами. Такое редкое стечение обстоятельств бывает очень редко. Но, тем не менее, вот оно, пожалуйста. И у нас радиоактивная вода просачивается в океан, да. Вот оно, пожалуйста. И у нас только сейчас, вот несколько дней назад, по-моему, наконец-то новый объект укрытия возвели до конца. И задвинули на рельсах это гигантское сооружение 100-метровое, да, поверх разрушенного четвертого энергоблока. Вот. Насколько он эффективен? И сколько он продержится? Говорят, на 100 лет рассчитан, да. На самом деле никто не знает. Ну, будем доверяться тем ученым, которые много лет потратили на расчеты, на разработку и проектирование, и постройку этого сооружения. Участвовало много стран. Это общая беда наша. Это уже не просто какая-то вот конкретная беда конкретного государства. Потому что эта штука же распространяется, постоянно будет дальше разноситься ветрами и осадками. Вот чтобы этого не происходило. Вот об этом на самом деле облака. О том, как через максимально болезненные для взрослого читателя переживания детей, оказавшихся в ситуации брошенности, в ситуации вот крайней, крайнего несчастья, да. Вот на этом примере показать, насколько мы не готовы к таким вещам. И все-таки, может быть, что-то предотвратить или в чем-то убедить, если это возможно, тех, кто сейчас занимается как раз тем, о чем я рассказывал. Безопасностью, нормированием, законодательством и так далее. Не просто бояться и запретить все, запретить, запретить, потому что это все опасно и так далее. А вдуматься, слушать ученых, слушать инженеров. И не делать глупостей. А самое главное, чтобы общество созрело до понимания последствий своего собственного. Мы все ходим, чтобы у нас было тепло, светло, горел яркий свет, да, чтобы у нас работал интернет, чтобы у нас все... Это все энергия, которая должна вырабатываться. Вот какой ценой она вырабатывается и каковы риски должны понимать ответственные общества, да. Вот об этом тоже книга. Вот что за повесть Гутурм Паузы Ванг с потрясающим, совершенно, ну, как мне кажется, актуальным содержанием. Издательство Компас Гид. Читайте. Это книга для юного читателя.